Привет, друзья! Вы на канале Автоистория. Луас 1301. В 80-х годах прошлого века Луцкий автозавод задумался над выпуском современного комфортабельного внедорожника, который должен был прийти на смену устаревшему Луас 969М. В 1984 году был построен дебютный экспериментальный вариант модели Луас 1301. Автомобиль представлял собой прежний Луас 969М, но с новым кузовом и интерьером, с использованием некоторых узлов и агрегатов от Таврии, а позже и двигатель водяного охлаждения от Таврии. Следующая попытка усовершенствовать устаревший в то время 969М был в конце 1988 года. Луас 1301 образца 1988 года перестал быть похожим на утилитарный автомобиль. Акцент в конструкции был сделан на передовых технических решениях. Автомобиль имел каркасно-панельный кузов, стальной несущий каркас с внешними панелями из пластмасса, изменяемый дорожный просвет. Его увеличивают, нагнетая воздух, небо, баллоны, подвески, электрическим бортовым компрессором или на хорошей дороге, уменьшают. Торсионная подвеска была заменена на независимую пружинную. В трансмиссию введен блокирующий межосевой дифференциал. Привод всех колес постоянный, без отключения заднего моста. Крыши и боковины задней части кузова съемные. Силовой агрегат на базе двигателя МЭВС-245 от Таврии. В 1993 году был построен трехосный пикап LUAS 13014 с колесной формулой 6х4, грузоподъемностью 800 кг и пневмоподвеской. На последних прототипах ставили колеса 13 дюйма собственной конструкции. Работа над моделью выпала на годы развала СССР, поэтому широкой публике перспективную новинку показали лишь в 1994 году на московском автосалоне. Тогда уже LUAS позиционировался как практически готовая к серийному выпуску разработка. Однако катастрофическая нехватка средств не позволяла запустить машину на конвейер. В начале 2002 года была возобновлена работа над LUAS 1301. В апреле на пресс-конференции в Луцке генеральный директор LUAS Владимир Лунчик сообщил, что принято окончательное решение о серийном производстве LUAS 1301. В мае на выставке ESEA 2002 был представлен прототип обновленного LUAS 1301 золотистого цвета. Внедорожник должен был стоить от 3000 до 3500 долларов. Прилагалось три комплектации – стандарт, элегант и люкс. Интерьер, так же как и на прошлых прототипах, был унифицирован с моделями ZAS. Передние фары от Tavri не подходили для обновленного LUAS, поэтому было принято решение спереди установить фары от SEAT Marbella, а сзади вместо оригинальных установить фонари от Peugeot Punk. Использовались двигатели MEMS 2457 1,2 литра, MEMS 307 1,3 литра и VAZ 21213 1,7 литра от Niva. Трансмиссия была представлена различными вариантами, в зависимости от двигателя. На двигателях MEMS устанавливались 4- или 5-ступенчатые КПП от ZAS. Двигатели VAZ укомплектовывали с 5-ступенчатой КПП от E-Skoda. При этом заводом велась разработка универсальной коробки передач, которая должна была сочетаться с различными моторами. Раздаточная коробка выполнена отдельно от КПП. Полуоси редукторы заднего и переднего мостов были позаимствованы у VAZ и модернизированы. Подвеска всех четырех колес независимая, типа MacPherson. Переднюю часть унифицирована с автомобилем VAZ 2108. Задняя ZAS 1102 Tauria. Рулевое управление речного типа с усилителем унифицировано с автомобилем VAZ 2108. В связи с недостаточным финансированием, серийный выпуск модели отложили на 2005 год. И уже через год генеральный директор УАЗа Вадимир Гунчи заявил, что производство данного автомобиля будет нерентабельным. В связи с тем, что модельный ряд давно уже устарел и не будет иметь продолжения. Таким образом, в 2006 году стало окончательно известно, что выпуска автов в серийное производство не поступит. И проект LUAS 1301 окончательно закрыт. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Пишите в комментариях, понравилась ли вам такая волынянка. И вот вам на выбор еще 4 интересных ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok